Особенно губернатор уделил внимание тому, как в регионе продолжает идти работа с ветеранами. Сейчас в крае живут больше 56 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому из них помогают всем необходимым, в том числе и новым жильём. Александр Ткачёв напомнил, каждый из участников тех героических побед прошлого – главный герой нынешнего времени. Мы должны провести этот большой праздник на высоком уровне и, конечно, чтобы мы показали всем жителям края, особенно подрастающим поколению, насколько мы тепло, насколько мы заботимся о наших ветеранах. Чтобы самое главное – ветераны это почувствовали. Необходимо для этого, я считаю, обойти каждого ветерана, каждую семью, каждый дом. На самом деле нуждаются в лекарствах, в медицинском обследовании, подключить к работе как можно больше общественных организаций, меценатов, естественно, молодёжь, студентов, школьников. Не так уж много осталось, к сожалению, наших фронтовиков, и мы должны максимально оказать им всяческие и почести, и внимания, и поддержку. Мы ещё начали готовиться к празднику «70-летия победы» ещё с того года, с лета того года, уже активно. Ну, социальный план действий, он во многом совпадает с тем планом, который утвержден на Комитете Победы. И сейчас, что отрадно заметить, что все свои населения подключились к этой работе. Особо призывать даже никого не надо. Сейчас приятно посмотреть, что молодые люди, все, носят георгские ленты. И они горды тем, что мы победили Великой Отечественной войны, и они являются наследниками Победы. Сейчас Советы ветеранов уже просят достать нам ленты. Ещё, ещё и ещё. И организовываются центры инициативные, которые эти ленты распространяют. Александр Ткачёв отдельно заметил, что сейчас особенно важны патриотические чувства молодёжи, когда в некоторых западных странах пытаются обесценить роль России в победе над фашизмом. О подвиге советских людей нужно не просто помнить, а говорить. По патриотическому воспитанию в других соседних регионах Субъекта Российской Федерации, всё-таки как мы выглядим? Вы часто встречаетесь с своими коллегами, ездите по регионам. Где, может, недорабатываем мы, а где, может быть, мы преуспели? Вот такой работы последовательной и многолетней я не видел нигде. Достаточно сказать то, что у нас в 2014 году наш край занял первое место по призыву на службу вооружённой силы. Я был недавно в командировке в Гудауте, где служит 80% наших кубанских пацанов. Командиры все отзываются от них с наилучшей стороны. Сейчас в каждом районе и городе края завершают последнее приготовление к 9 мая. Традиционно главный парад победы на Кубани пройдёт в Краснодаре. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.